Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юлия Пиалковской, и мы продолжаем с вами полное погружение в атмосферу Таиланда. Все, что вам нужно сделать, это сейчас, вот прямо сейчас, нажать на шестеренку в верхнем углу, выбрать качество видео, нажать на самое высокое, не просто высокое, а именно выбрать другое и поставить 2К, потому что именно так вы сможете полностью ощутить себя прямо на рынке ночном и все с нами посмотреть. В общем, мы решили... Ты скажи, где мы? Давай сразу начнем. Сейчас, пройди, я хочу сказать, что мы решили окунуть вас в атмосферу тайского ночного рынка, потому что, поверьте мне, это вот именно то самое, что передает саму атмосферу Таиланда. А запах макашниц, пряностей и травы на каждом шагу. Теперь мы знаем, как оно пахнет. Да, теперь мы знаем, что это такое, как оно. На запах мы можем все отличить. Так вот... И на запах, и на вкус. Ну нет. Кто-то попробовал. Вы сейчас можете поворачивать камеру в любые стороны, крутить телефоном, мышкой, чем хотите. В колячике можно на мышке ходить. Да, можете горизонтально, можете вертикально. Просто как хотите, что хотите, делайте, смотрите. В 360-х... Для меня было шоком от того, что многие твои подписчики были нереально удивлены технологиями. Ребят, 360-х существует уже, наверное, лет 5, так точно. Но таких обзоров никто не делает, ты понимаешь? Ребят, что многие до сих пор не знают, и мы рады, что вы благодаря нас узнали о том, что существует видео 360. Да. Я надеюсь, вы сейчас смотрите не на наше лицо в упор, а на то, куда мы идем. Потому что мы говорим поближе, чтобы звук был хороший, у нас было слышно. Потому что эта камера, я заслочил на качественный звук, но зато у него хорошая картинка. В общем, вы уже поняли, да, еще раз повторяю, нажимаем на шестеренку. Не так, не надо писать в комментариях, что у меня плохое качество видео. Просто поставьте максимальное качество на ютубе. Еще раз нажимаем на шестеренку, выбираем качество видео, выбираем другое и ставим 2К. Сейчас, Сеп, подожди, я тут подзависла немножко, сейчас в мазилки гляну одели. Юль, у нас в планах максимально быстро дойти до отдела с едой. Хорошо. Итак, понимаете, каждый раз ты приходишь на ночной рынок, хочешь что-нибудь себе посмотреть, но не мажь, потому что ты то снимаешь, то ты... Как называется ночной рынок? Нако-маркет, но только что в начале мы были. Это рынок выходного дня. Рынок выходного дня, по-моему, самый офигенный. Чисто посетить несколько разных рынков в Таиланде, на Хугете, это уже отдельное удовольствие, каждый по-своему привлекательный. Потому что посмотрите, что наверху, просто красота какая. Повертите вот сюда, сюда, гляньте, сколько тут шмоток. Сколько тут всего? Можно прям тормозить видео и крутить. Знаете, очень дешево здесь, в принципе. То, что на пляжу может стоить 500 бат, тут можно торговаться за 150 бат. Да. Там, условно. Короче, тут очень-очень много. А то, что в центре в Кукете стоит, тут можно вообще дешево-дешево найти. Блин, ну ты сравнил, конечно, это немножко другое. И, кстати, хотела сказать, если вы хотите себе какую-то брендовую сумочку, можете ее купить здесь, на ночном рынке. Только торгуйтесь, ценник в два раза сбивайте. Так, тут сейчас у нас будут музыканты, поэтому звук у нас купят. Нет, нет, тут будут не музыканты, тут будет все вот такое прикольное. На самом деле, на самом деле, покупать торговые люди намного лучше что-нибудь скушать. Да, вот, пожалуйста. Можете поворачивать 360, посмотреть цены, что там предлагается. Так, мы идем именно в отдел, где максимально много людей, чтобы вы аж почувствовали, как вас толкают куличами. И тут придется поднимать камеру так повыше, чтобы вы все посмотрели вокруг. Чтобы вы не с тем не столкнулись, да. Да, так, готовы? Мы здесь замолкаем, и все как бы на этом. Нет, не, орать, пусть полезно. Нет, меня выслушали. Так, давай, куда-то подчиняйте. Я думаю, куда пойдем. Да, куда-то. Да, куда-то. А, самое главное, не ходите, чтобы сильно голодный. А то можно прям все сжать. Мы чуть перекусили, поэтому нормально идем. Все, вы над головой. Так, наш подписчик ростом до 2 метра. Считайте, что вы и раз-то 2 метра. Но, скажу, как есть. Жарковато, потому что здесь крыша, чтобы скрываться от дождя. И, соответственно, тут все... О, сейчас кебабы. Посмотрите, направо кебабы просто истепеляют меня. Это куяр. Куяр, куяр. Здесь все жарят. Здесь очень много людей. Здесь мало... Здесь мало воздуха. И прям долго здесь... Просто я хочу. Ну, давай купим сразу. Прямо так? Да. Куяр с бананом и курицей. Ну, может, с клубникой возьмем? Вот этот вот. Да. С клубникой. Да, я люблю. А, курицей, курицей, курицей? Да, банан, да, и сливки. О, курицей, курицей. Поехали дальше. Сейчас нашим видеоблогом можно и не ехать в Саиланд. Только вот вкусы и запахи не передаются. Это же просто пипец сейчас сейчас показывает. Поехали дальше. Все так боятся. Божество. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А, нет! Только ботал. Они переживают, что мы без альта не сможем пить. Что же мы без альта бы не делаем? А может он консультрат? А что? Прибороть бай. А вот морепродукты для них. Ух ты! О, морлин! О, или скат, скат. Морлина нету. Посмотрите сколько всего. А цен нету, да? Цены по факту. По факту. По факту на калькуляторе написано. Если по рыбе лазают мухи, значит ей уже не хорошо. Да? Я не знаю. Так, пойдемте дальше и куда мы сейчас ходим? Прямо идем и в шкоточный рай, где брендовые сумки. Ты что, попробуешь? Нет. Ах, Марс! Да, мой первый тростник. Итак, мой первый тростник. Ой, старение редкостное. Почему? Просто сладкая вода. Просто фигня. Почему тебе не понравилось? Как больно? Вообще не мое. О, Мотти. Может возьмем что-нибудь теперь? Нет, нет, нет. Слушай, мы будем есть твой панкейт, запивать сахарным тростником. И я приеду домой с Головком. С Головком? Я уже с утра остановлюсь, я в зеркале, я свою прессу не еду. Нет, я буду... Я разжирнел. Смотри, вон есть пудинг и всякие угроги. Смотри, как подкидывает. А, ну вам уже видно. У-ху! 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 Паспельные объятия. Матим Хак. О, смотри. Матим Хак. Матим Хак. Матим Хак. Паспельный объект. Быстро с них, с ним. Матим Хак. Нет? Не понятно. Вообще, это тот рынок, который у меня не вызывает потери энергии. Обычно, когда я на рынке гуляю, я приписываю, мне быстро устав happened which and cat. А здесь прикольно! То, что он как бы такой живой рынок, сколько всего происходит, тебе интересно. Ладно. Воды будем? Воды будем? Воды будем. Входим. В шарик вводим. Воды будем. Воды будем. Мальчик, это разводи его какой-нибудь. В Таиланде хочешь собаку, то не просто. Ни одна вещь, ни одна еда. Даже сумка. Даже сумка. Давай сюда повернем. Думаешь, вещи интересные? Да? Тихо. Месня про зайцев. Да, песня про зайцев. Это автоскафрэлл Да, все равно Иди покажем, за кофе будет? Да, у тебя нет автоскафрэлл Да он так поет плохо, что не распознается Слушай, я не уверен, что вещи кому-то будут интересны О, индейцы есть Посмотрите направо Стоит коренной индейцы Все нормально Это мой тканец Вот гучи, девочки Без проблем покупаем гучи Все нормально Луи Виттон Без проблем, так ты их купила Конечно, я купила на Лос-Аде 83 тысячи бат И 800 бат Есть разница Молодец Вот такая кофточка Смотри, мятная Хорошая? Я сейчас попробую ее накачивать Ну Такой Есть Витт Но По цвету мне нравится Слушай, мне интересно Что там по освещению с камерой Хватает ли света? Да Да На съемку днем Ребят, в общем вы поняли Здесь можно даже купить чемоданы Чем мы и занялись Мы купили себе Третий чемодан Марку У нас был вопрос Вот такой Чтобы все игрушки сложить У нас скопился Мы-то прилетели сюда С двумя чемоданами У нас скопился Такой набор игрушек Для марки Потому что тут Лозада просто творит чудеса Да Формула следующая Формула В среднем Работает следующим образом Какая-нибудь игрушка На Лозадне Это маркетплейс Типа Озона Блин, музыка Пошли отсюда Европа Она сразу Да Да, моментально причем Короче Формула Игрушка Какая-нибудь на Лозадне Стоит 300 бат 300 бат Сколько эта игрушка Будет стоить в России На Wildberries Прибавляете нолик Получаете 3000 И это в рублях То есть 300 бат А в России она стоит 3000 рублей Да Короче, мы так машинку Купили за 250 бат Управляемую На радиоуправлении Джип Я захожу на Wildberries Посмотреть Сколько же она стоит А там она стоит 3500 и до 5000 рублей Представляете какая Офигеть Какая разница Вот Мне Такие посмотреть Шортики Ну ладно Короче, я думаю, вы поняли Что такое ночной рынок в Таиланде Здесь очень много всего Ну, в смысле Ночной называется Вы знаете почему? Это не означает, что вы в 3 часа ночи сюда приедете И он работает Он вечерний Да, он вечерний Почему его называть ночным? Ну, потому что он работает иногда до 11, иногда до 12 ночи Суть в том, что он вечерний Почему вечерний? Потому что днем нереально жарко Да И многие как бы оживают Тайцы вообще такой народ Они просыпаются рано утром в 6 утра У них уже движуха Но они не ложатся спать в 6 вечера Они до 12 ночи как бы на ногах взбились Ну да Потому что они работают допоздна Они приезжают, у них еще там свои ужины Ужины Ну, опять же Я не рекомендую Крайне не рекомендую Кушать на ночном рынке в Макашнице Потому что я уверена У каждого есть знакомый Который 100% травился в Таиланде Причем по жесткому И это, ребята, очень такая тема Поэтому, поэтому Я сделала гайд по Пхукету В котором есть все супер полезные советы И который спасет не один десяток жизни Это я вам гарантирую 100% Там даже есть чем лечиться, чем спасаться Аналоги Чем тебе помочь Там есть наша крутая схема Как выбрать хороший ресторан или кафешку Уникальная схема просто О которой вам никто не расскажет Короче, если вы хотите, чтобы ваш отдых прошел очень гладко Приобретайте гайд по Пхукету И плюс ко всему Вы получаете связь со мной в любое время Я помогаю, консультирую, составляю с вами план маршрут И пофиг Многие вопросы решают Что с золотом А, про золото здесь, ребята Оно здесь недорогое Но оно не котируется во всем мире Почему? Потому что оно вроде как здесь Без каких-то важных примесей Без пробы Без пробы Ну, вроде как А тайцам пофигу Они такие Ну, золото, оно и в Африке золото Будем носить Оно здесь очень желтое Вот такого цвета Ну, как естественное золото, да И не очищенное вроде как Короче, я честно не углублялась Просто вот услышала Мне сказали, я эту информацию вам передала Я считаю, что нужно уже закругляться в нашем видео Потому что тут уже пошли просто похожие ритры Поэтому, друзья мои Если вы хотите поддержать наш канал Подпишитесь обязательно Поставьте этому видео лайк Напишите свой комментарий Покрутите еще раз камеру там вокруг себя Вот, если вам нравится Подпишитесь на этом в инстаграмчике Мы там выкладываем классный контент Обсуждаем с подписчиками важные нюансы, вопросы Вот, вы узнаете все самое первое О самых последних новостях Готовим вас к поездке в Дубай Вот И подписывайтесь в Телегу Я там иногда что-нибудь выкладываю Да, когда настроение есть В общем, всем до новых встреч Пока-пока!